Ну а сегодня Дума во втором основном чтении приняла закон, который запрещает школьникам пользоваться мобильными телефонами во время единого госэкзамена, олимпиад и вступительных экзаменов в ВУЗы. И еще важная информация для будущих абитуриентов, прежде всего для победителей олимпиад. Уже в этом году для них могут ограничить льготы при поступлении в ВУЗы. Подробности у Екатерины Кочур. Когда речь идет о так называемых в народе олимпиадниках, большинство студентов обиженно произносят «Куда уж нам». Именно их победители школьных олимпиад зачисляли в ВУЗы на льготных условиях. А призеров самой главной Всероссийской олимпиады школьников и вовсе брали без экзаменов. Самый большой наплыв олимпиадников пришлось выдержать Московскому государственному университету. Например, на факультете мировой политики на 13 бюджетных мест претендовало 40 победителей олимпиад. Понятно, что остальные абитуриенты, набравшие даже максимальные баллы по ЕГЭ, свои шансы стать студентами приравнивали к нулю. По линии Рудь, сегодня студентке этого факультета МГУ летом пришлось изрядно понервничать. С наивысшим количеством баллов в первую волну зачисления она не попала. Я думаю, что как такое может быть, ведь у меня 400 баллов, это максимальное количество. И как можно не поступить, потому что куда больше, 401 нельзя набрать, 1400. Поэтому, соответственно, у меня было состояние шока. Зато уже в августе приемные комиссии схватились за голову. Никто не мог посчитать, а сколько действительно победителей олимпиад останется в университете. Ведь по закону каждый из призеров имел право подать документы сразу в пять высших учебных заведений. И в результате вузы сидели и ждали, какое же решение он примет. И из-за этого, в частности, наш университет в прошлом году на приемных экзаменах или на вступительных испытаниях потерял очень много хороших ребят, которые мы могли бы принять. В финансовом университете на оставшиеся бюджетные места пришлось в срочном порядке добирать ребят не с самыми высокими баллами. И такая ситуация была во всех крупных вузах страны. Чтобы избежать ее в этом году, Российский союз ректоров предложил ограничить льготы победителям олимпиад. И разрешить им воспользоваться своей привилегией при поступлении не в пять, а только в один вуз. При этом количество олимпиад будет сокращено, а требования к ним станут жестче. У нас победители олимпиад по физике, по математике 11,5-12 тысяч. А ребят, которые в результате сдачи ЕГЭ, получили стобальные результаты всего 378. То есть вот эта неадекватность результатов заставила задуматься, что льготой призер этих олимпиад может воспользоваться только один раз. Впрочем, это вовсе не означает, что ценить знания победителей олимпиад станут меньше. На самом деле олимпиады служат другому. Они отбирают талантливых молодых людей, тех, кто имеет хорошую головку, кто умеет мыслить, рассуждать, побеждать. И это очень важно, потому что это элита. Это те ребята, которые в будущем проявят себя как выдающиеся люди. Только этим выдающимся людям после школы придется сразу сделать выбор. Того единственного вуза, где их таланты раскроются максимально. Екатерина Кочур, Михаил Новицкий, Елена Штоклова, Екатерина Василенко. Первый канал.